Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Мишпатим. Законы или правопорядки. В этой главе мы читаем о множестве различных законах, законах Торы. И большинство законов не объясняется подробно, и простое понимание стихов кажется вообще противоретит фактическим законам, которые описаны в Талмуде, а за ними в Шелханаруке, в сборнике еврейских законов. И как в свете учений наших мудрецов мы должны понять то, что говорит нам письменная Тора? Этот урок я подсмотрел у Рафхайма Суницкого. Известно, что письменная Тора дана таким образом, что почти ничего невозможно понять без устной традиции, которая была позже записана в Талмуде и в других нихах наших мудрецов. Существует очень глубокая мистическая связь между письменной Торой и устной. Они не только связаны, но устный закон фактически своего рода проекция или отражение письменной Торы. Письменная Тора сравнивается с небом, в то время как устная уподобляется земле. Так же как дождь и лучи солнца спускаются с небес и дают земле возможность приносить плоды, таким же образом письменная Тора дает необходимую энергию устной Торе давать свои результаты. Так же как небо неизменно, в то время как на землю воздействует, чтобы дать растениям расти, таким же образом письменная Тора копируется буква в букву и не дай бог допустить ошибку, в то время же как устный закон включает дальнейшее обсуждение, разработку, разровинские постановления. Письменная Тора повлияла на все человечество. Под одним небом ходим, в то время как устная Тора связана лишь с еврейским народом, как главная земля Израиля дана именно нам. По правде говоря, все детали устного закона подсказаны в письменной Торе, но намеки отнюдь не очевидны и, может, даже на первый взгляд показаться, противоречат простому смыслу стихов. Велинский Гаон в книге Адера Телиагу на эту недельную главу он пишет, что большинство загонов этой главы, да и в остальных частях Торы, не следует простому значению стихов. Есть различные причины для этого. Эта система зависит от духовной связи между письменной и устной Торами. Однако есть, по крайней мере, одна простая причина, упомянутая в Иерусалимском Талмуде, основанная на стихе пророка Ошиа, который говорит, если бы написал я ему основы Торы моей, то они бы были приняты как чужие. То есть, если письменная Тора содержала бы всю устную Тору в однозначной форме, то любая нация или религия могли бы утверждать, что она истинная еврея, истинный народ Бога. Основы Торы могли бы быть приняты другими народами, в том случае, если бы они были записаны все в одном месте, и они начинали бы считать и называть их своими. А тогда для нас, и они бы могли стать чужими, хасвихали лейну алейну. Практически многие христианские секты действительно попробовали утверждать, что они Новый Израиль. Но так как они не имели доступа к устной Торе, им пришлось избавиться от законов Торы, соблюдение которых невозможно без знания Талмуда. Как мы упоминали, большинство заповедей может быть неправильно понято без знания Талмуда. И все же осторожное чтение стихов и их анализа показывает, что понимание, которое мы получили в нашей устной традиции, оно даже подсказано в самой письменной Торе, подсказано самим Богом. Известный пример этого стиха, этого факта, стих «Глаз за глаз». Закон о том, что если человек причиняет повреждение кому-то, он должен заплатить мера за меру. Все мы знаем, что этот стих понимается совсем не так, как буквально, как он написан. Буквально он звучит так. Если вред будет причинен, то взыщи, жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за уши. То есть, конечно, логически Тора не может подразумевать, что если человек выколол глаз товарища, значит, ему нужно выколоть его собственный глаз. Как минимум, это просто было бы невозможно. Как мы можем выколоть глаз точно так же, как он сделал жертве? Как мы можем удостовериться, что он не умрет при этом? Как мы можем гарантировать, что повреждения являются соответствующим как, возможно, жертва была слепым человеком или кем-то, кто плохо видел, в то время как нападавший имел хорошее зрение. Иногда на пород, нападавший слепой, его потеря глаза не будет справедливой компенсацией. И действительно, оба Талмуда, Вавилонские, Иерусалимские, все еврейские комментаторы объясняют, что этот стих не понимается буквально. Подразумевается плата за повреждения. И некоторые комментаторы дают интересное и вполне уместное объяснение, что при этом виновному нужно понимать, что он выплачивает не компенсацию за выбитый им чужой глаз, а откупается от выбивания его собственного глаза. Кстати говоря, намеках, которые дает письменная Тора нам, чтобы мы поняли правильный смысл сказанного, то тут вот он какой. В самом стихе буквально написано «Айн, Тахат, Айн» «Глаз под глазом». Тахат. Буквы, которые в алфавите находятся под тремя буквами слова «Айн», они в алфавите «Кав самэх пэй», «Касэ фэ», образуют слово «Кэсэф», «Деньги». Очевидно остающийся вопрос «Почему Тата Тора говорит глаз за глаз?» И один из ответов в том-то действительно, если виновник, хотя и заплатил ущерб, тем не менее не раскаялся в грехе и не получил прощения жертвы, Всевышний в конечном счете накажет его мера за меру в другом Гильгуле, в другом его воплощении его души. Исходя из этого принципа, наказание от Всевышнего придет ему в новом теле именно связанное с глазами. Никакое преступление не остается безнаказанным и все компенсируется в бесконечно глубокой системе божественного управления и это одна из тем этой недельной главы переселения переселения души или Гильгуль. Но вернемся к нашей теме, мы знаем, что это действительно такое управление Всевышним, оно для нашего блага и различные наказания в наших многих жизнях исправляют все наши преступления в этой жизни и в прошлых и как бы смывают грехи, а значит очищают нас и тогда все порчи будут исправлены, мы заслужим полного истинного освобождения. Да случится это скорости в наши дни. А эта ситуация с пониманием закона глаз за глаз, зуб за зуб говорит нам о том, что просто читая пяти книжья мы немного понимаем, даже для того, чтобы понять простой смысл пшат, нужна устная тора. Закон требует от нас изучать как минимум комментарии Раши. Он изначально позиционирует свои комментарии как разъясняющий пшат, но для того, чтобы видеть более полную картину простого смысла, этого просто простого смысла, нужно посмотреть еще раз комментаторов, потом и сам Талмуд, и это будет только пшат, простой смысл, а есть еще три уровня, намек, трактовка, тайна, но возникает естественный вопрос, а зачем так копаться в Торе, прям докапываться до глубин четвертого уровня тайной Торы, Кабалы, не только потому, что мы на горе Синай взяли на себя это обязательство, мы вспоминали это на прошлой недельной главе в контексте на Асевы Нишма, скажем и услышим, и поймем, сделаем и услышим, сделаем и поймем, и не только потому, что нам нужно знать, что и как соблюдать, несмотря на всю важность и огромную значимость для нас и нашей жизни, это не главное, главное в жизни это двигаться по пути достижения цели, а наша цель, цель нашей жизни, заложена в замысле Бога, в творении нас и нашего мира, зеркально, то есть, с каким замыслом Всевышний сотворил нас, то мы должны соответствовать этому замыслу и ставить перед собой ответную цель, и мы уже много раз говорили об этом, но еще разик, то есть, Рамхаль в книге Путь Творца Дере Хашем, он пишет, что целью творения было воздать от блага Творца всем другим, соответственно, наша цель принять это благо как можно лучше в максимальном объеме, в котором хочет нам передать Бог как абсолютное добро, как абсолют, он и передать хочет нам в абсолюте максимально, а принять и передать что-либо и тем более добро можно только от того, кто нам близок, далекие друг другу люди ничего не могут ни нам передать, ни мы принять, только близкий у близкого, а чем отличается близкий от неблизкого, в первую очередь тем, что он больше знает о нем, о своем близком, он старается делать ему приятные вещи, старается помочь, то есть, по сути, хочет сделать тому то, что он хочет, так и с Богом, изучая его Тору, познавая его, выполняя его волю, мы сближаемся с ним, а сближаясь мы предоставляем Творцу достигать свои цели, передать нам от его добра, от его блага, и чем ближе мы к нему, тем больше блага мы удостаиваемся, и все плюсы налицо, изучая Тору, мы выполняем нашу обязанность, мы выполняем заповедь, которая весит больше всех заповедь Торы, Талмуд Тараканегет, кукулям, мы лучше знаем волю Творца и получаем возможность лучше ее выполнять, то есть, лучше выполнять все заповеди, а значит, у нас появляется больше заслуг, мы идем по пути достижения цели, цели своей жизни, то есть, живем правильной жизнью, жизнью, наполненной смыслом, и мы удоставимся блага Всевышнего в максимальном объеме, как ни посмотри, со всех сторон выигрыш, и наоборот, те, кто не признают авторитет устной Торы, пытаются утверждать, что раз что-то не сказано в письменной, то нас это ни к чему не обязывает, и тому подобное, те не просто далеки от истины, они далеки от еврейского народа, потому что приравнивают себя с теми, у кого нету действительно устной Торы, и они не могут расшифровать письменную, а раз так, то еврей тот, кто обладает и применяет устную Тору, изучает ее, соблюдает ее законы, которые в ней, в устной Торе, в Талмуде, как ее основы, именно выводятся. Я желаю нам брахавы от слаха, благословения и успеха на нашем нелегком пути, и остаемся и дальше в поисках смысла.